Сейчас это будет, и она и мерится, и притрится. Было открыто, где было, там сохранено. Правильно. Третье было бы, но не успехи. Там бы под два года, но потом... Ну, я сейчас бы сделал, и я думаю, что она... Она у кого работает? Ну, и все, она об этом. Вот уже. Вот, да. Шашкин большой рук. Он нам директора. Контроль качества. Я понимаю, что вы сейчас у вас определенный, но сейчас вот он прикладывает цитатю. Короче, ее можно передать на цитатю. О-о-о. Вы к нам хотите? Нет. К нам не хотели, говоришь, что если с помощью ее, мы можем ее принять. Ну, я тоже буду про некие термоэффекты, хоть и не в металлических кольцах рассказывать. Ну... Ну, я это пропущу. Ну, и хочется такого как-то с простого начать, хотя здесь кинетическое уравнение не написано, на самом деле все тривиально. Хочется вам показать, что такое термоэффект в таком очень самом простом случае в нормальном металле. Ну, первая строчка это кинетическое уравнение в самом простом ТАО при движении. Правая часть это просто релаксация на примеси. И тут что как бы очень важно, то что время релаксации, вот тут указано, зависит от энергии квадрата частицы. Мы читаем, что управление инфляции не зависит только от энергии. Ну, и тогда функцию представляем в виде лотально-равновесной функции распределения плюс некий малый пакурат. Ну, и тривиальным образом уравнение решается. И вот предпоследняя строчка это выражение для тока. И там появляется некий вот интеграл по энергии. Ток равен некому коэффициенту на драдиент температуры. И что это за интеграл по энергии? Вот это вот производная df0 по d ε, это очень острая функция энергии. И поэтому все функции, которые стоят под интегралом, можно... А, это острая функция энергии вблизи поверхности фермы, вблизи энергии фермы. Поэтому все функции, которые стоят под знаком интеграла, можно вынести для аргумента, а у них поставить энергию фермы. То есть тут стоит плотное состояние от энергии, тут можно взять энергию фермы и вынести за знак интеграл. Потому что df0 по d ε очень острая функция. Но если мы так сделаем, то мы получим ноль. Потому что df0 по d ε это четная функция, а там ε минус μ это нечетная функция. Вблизи ε и μ, я имею в виду нечетная. Ну, соответственно, как бы нехорошо, ноль нам не годится, нам нужно получить какой-то ответ. Поэтому приходится раскладывать в ряд тейлора под интегральное выражение вблизи поверхности фермы. И вот в нижней строчке есть указка. Показан ответ. То есть, чтобы нам получить некий термоэффект, в каком-то самом простейшем случае, нам нужно, чтобы или плотность состояния зависела от энергии, или время упругой релаксации зависело от энергии вблизи поверхности фермы. Либо скорость вайс-частицы зависела от энергии вайс-частицы. Ну, такие вообще материалы бывают, у которых плотность состояния сильно зависит от энергии. Ну, я считаю, они такие экзотические, мне хочется что-то простое такое показать, что там может быть что-то необычное. В смысле, это какие-то деталы должны быть? Ну, да, там, знаете, бывают, там, пихают кондопримеси, благодаря которым появляется особенная плотность состояния вблизи поверхности фермы. То есть, как-то что-то придумывают. Ну, вот. Ну, я вам пока хочу так показать, что вот можно сделать такую систему, в которой вот эта функция, эта упругая релаксация частиц, неожиданным образом будет сильно зависеть от энергии. А там, вот, металлы, где есть же всякие зоны, предлагается управлять этими зонами? Нет, нет, сейчас увидите, что нет совсем. Я говорю, что, да, в принципе, вы могли бы как-то... Да, в принципе, вы могли бы как-то... Да, туда добавили, там будут все огромные... Ну, да, можно, но я буду с этим про другое. Ну, да, можно, как бы, сделав некую из этих функций, сильно зависящих от энергии, вы получите хороший материал с большим термоэлектрическим комплексом. Ну, вот. Ну, это такое, знаете, не то, что цель, это такое введение, чтобы вы заинтересовались. Заинтриговались. Заинтриговались, да. Ну, такого прямого, какого-то, может, отношения, в конце мы и не увидим. Ну, посмотрим. Ну, вот. Теперь, так как я все-таки буду рассказывать про термоэффект светопроводника, то вот тут зачем-то я написал биметаллическое кольцо, которое уже Катя про них рассказывала. Ну, да, в нем бывает... Тогда я не буду долго рассказывать. В нем бывает термоэффект в светопроводниках. Ну, и вот он можно измерять с помощью, да, вот, биметаллического кольца. Ну, ладно, я чуть-чуть буду повторять предыдущий доклад. Так можно делать. Ну, и туда тоже входит термоэлектрический коэффициент. Да, я вспомнил. Этот слайд я сделал для того, чтобы показать, что, ну, в сверхпроводящем состоянии такое понятие, как термоэффект тоже существует. Оно такое, может быть, не очень правильно с точки зрения русского языка, потому что, ну, как термоэлектрический, а электрического поля в сверхпроводниках не бывает. Но, подразумевая, как просто коэффициент перед градиентом температуры выражения для тока, ну, я буду говорить, что это термоэффектрический коэффициент. Электрический, а слово электрон? да вот не уверен ну вот почему, есть же теоретическая индуктивность ну неважно, это я так теоретическое поле бывает ну вот, и вот тоже, как Катя очень удачно упомянула, что Петрашов что делал Петрашов вначале он у него хорошо пылился алюминий судя по всему, и он пылил алюминий, алюминий но в таких системах не бывает термофлакса, потому что нужно два раза сверхпроводника и поэтому он одну из пленочек алюминия покрывал серебром, таким образом подавляя сверхпроводимость то есть, соответственно вот одной из одной из частей сверхпроводящих у этого кольца была вот такая вот пленка из сверхпроводника и нормального металла ну и Петрашов ко мне пристал и говорит Миша, а что будет, если вот у нас будет такая система я сказал, не знаю то есть вопрос состоит в том вот у нас такие две пленочки есть температура Т1, Т2 где-то там вдалеке а будет ли модифицироваться транспорт в такой системе благодаря тому, что у нас сильное неоднородное состояние поперек у нас сильное неоднородное состояние поперек потому что нормальный металл подавляет сверхпроводимость, тут параметр порядка как-то давится вот так вот так состояние неоднородное, а транспорт идет вдоль ясно, что это должно как-то друг на другу влиять вот он меня спрашивает, как? а я не знаю факт может быть тут большой термоэффект? нет, так просто не получается оказывается, что, ну я в какой-то момент занялся этим и выяснилось, что в такой простой модели берем там сверхпроводник, берем нормальный металл берем между ними барьер ну ничего не получается то есть как бы, ну что, хочется большой термоэффект ну получается марьер то есть это какой-нибудь СИН переход? ну, СИН, изолятор под изолятором я не понимаю туннельный барьер это может быть прозрачный барьер, любой то есть я рассматриваю простой модель где есть сверхпроводник, нормальный металл а здесь как-то барьер некоторой прозрачности ну вот, какая мне хочется, такая там и есть ну и оказалось, что в такой простейшей модели ничего не получается, потому что хочется большой термоэффект получается маленький ну это не очень интересно то есть как бы такая сильное неоднородное сверхпроводящее состояние поперек не меняет существенным образом транспорт электронов вдоль а что? хотелось что-то, чтобы менялось сильно ну и как бы вспомнили нашу работу про термоэффект гигантский термоэффект в сверхпроводниках допиранных магнитными примесями решили а что если барьер между сверхпроводником и нормальным металлом сделать спин активным ну например, там какой-нибудь тонкой пленкой магнитного материала то есть чтобы этот барьер различал спины вверх и спины вниз чтобы прозрачности для электронов со спином вверх и прозрачности электронов со спином вниз были разные то есть какой-то слой дикела ну да, именно вот Петрашок как раз делает ну что-то похожее да, он делает но оказалось что ну и система ну тут уж раз картинка нарисована я его прокомментирую что если мы находимся в нормальном состоянии то картинка такая вот есть падающий электрон есть отраженный прошедший если же у нас Sn-переход то в угол вступает Андреевское отражение и у нас картинка такая что появляется отраженная дырка это Андреевское отражение и есть еще дырка летящая сюда на самом деле электрон отраженный так и Андреевский отраженный в виде дырки сюда то есть как бы не надо удивляться что дырка в каком-то странном направлении летит и а как по моему следующий слайд оказывается что нужно еще характеризовать этот барьер одним параметром это вот некая фаза тета которая входит в выражение для маркера церосения я сейчас покажу что это абсолютно тривиальщина просто она никому и раньше ну не то что раньше обычно никому не нужна давайте рассмотрим простейший случай непроницаемого магнитного барьера вот это вот я говорил барьер как бы проницаем а теперь давайте посмотрим непроницаемый как выглядит волновая функция налетающего и отраженного электрона это падающая волна вот электрон со спины вверх падающая волна плюс отраженная а так как он непроницаемый то весь электрон отражается поэтому коэффициент перед этой экспонентой это некоторая фаза по модулю равна единице число коэффициент отражения равен единице и проницаем поэтому я представлю в виде как е в степени и фи нет это только отраженное как он затухает вообще меня не интересует это новая функция вдали от барьера это для электрон со спины вверх для электрон со спины вниз но то же самое но только никто не сказал что у него вот эта фаза будет той же самой так поэтому вот как бы фаза растения будет отличаться для электрон со спиной вверх и для электрон со спиной вниз при растениях на непроницаемом барьере поэтому в казалось что барьер непроницаемый ну что все что полетело все отразилось но оказывается что если он как бы магнитный то он характеризуется одним числом вот этой фасой это разность строит после экорью со спиной вниз И естественным образом эта же фаза появляется в характеристиках полупрозрачного барьера. Поэтому магнитные границы характеризуются тремя величинами. Это прозрачность для спины вверх, прозрачность для спины вниз. И вот это такая фазовая характеристика, которая отличает фазы, которые набирает электрон при прохождении. Такая фазовая характеристика появляется. Она очень важна, потому что... Важна. Это я уже сказал. Ну и что... Теперь я вам покажу, что в этой системе появляется гигантский термоэффект. Это объяснение, которое я недавно только понял. Что здесь написано? Смотрите-ка. У нас надо решить задачку просто... Смотрите. Хочется решить сначала совсем тривиальную модельную задачку. У нас есть бесконечный светопроводник вверх, бесконечный нормальный металл вниз, баллистическое, все баллистическое. Сейчас мы получим очень нефизический ответ, но это не важно. Но который физику вскроет. То есть никакой релаксации, кроме вообще отражения барьера нет. И температура здесь одна, а температура здесь другая. Какие у нас процессы? Нам надо просто решить задачку квантово-механическую, ну только усугубленную тем, что у нас есть сверхопроводник, об отражении частицы от барьера магнитного. Ну, знаете, я хоть и написал какую-то форму, наверняка эта задачка решалась, но пришлось быстрее самому решить, чем искать, где это было сделано. Что у нас есть? У нас есть вот падающий электрон. Я старался жирную линию нарисовать. И есть отраженный электрон, отраженная дырка. Вот это волновая функция отраженного электрона, это волновая функция отраженной дырки. Вот это вот крокодил, вот это как бы Андреевские амплитуды, ну или Багалюновские амплитуды. Не важно, что это значит. Важно, что вот этот коэффициент по модулю в квадрате это коэффициент отражения. Это в виде электрона. Это коэффициент отражения в виде дырки. Ну, это, соответственно, два коэффициента по модулю в квадрате это коэффициенты для электрона, коэффициенты прохождения в виде электрона и в виде дырки. Запомнили, что мы должны из этой формулы увидеть? Получаются какие-то сложные громоздкие формулы. Куда входят прозрачности для спины вверх, для спины вниз и вот эта фаза Т. Я, наверное, вернусь к этому слайду через секунду. Но у нас есть два процесса. Надо рассмотреть два процесса. У нас налетает электрон, но ведь может налететь дырка. И если коэффициенты... Давайте на секундочку подумаем, представим, что здесь обычный барьер, который про спины ничего не знает. То очевидно, что коэффициенты отражения для электрона и для дырки будут одинаковые. Чем будут отличаться картинки? То к тем, что здесь заряд минус Е, а здесь плюс Е. Функции распределения... Тут электронная дырка одни и те же. Здесь у нас температура Т1 слева. Одинаковые функции распределения соответствующей температуре Т1. Ну, значит, они друг друга сократят. Никакого тока не будет. Потому что тут налетает электрон, тут налетает дырка с одинаковыми функциями распределения. Конечно, они погасят друг друга. И никакого термоэффекта не будет. А вот тут я теперь вспоминаю, что у нас есть сложные формулы на предыдущем слайде. Здесь как бы показано то, что поместилось только для вот одна волновая функция. Ну, для дырки будет похожая волновая функция, где значки немножко по-другому расставлены. И ответ состоит в том, наблюдение за этим формулом состоит в том, что коэффициент, например, отражения электрона... Тут у нас, смотрите, есть два коэффициента отражения электрона. Для спины вверх и для спины вниз. И есть два коэффициента отражения для дырки. Для спины вверх и для спины вниз. Если посмотреть на эти формулы, то выяснится, что это четыре числа и все разные. То есть что мы получаем? Что коэффициент отражения для электронов дырки разный. Что это такое? Это асимметрия в скорости рассеяния. То, что было на первом слайде. И действительно, эти четыре числа можно так сложить веществ, что они все равно дадут ноль. Не дают ноль. То есть мы таким способом заработали асимметрию скорости рассеяния. И тут важно каждый ингредиент. Важна сверхпроводимость. Почему нам надо запутать? Сверхпроводник очень удачно запутывает электроны и дырки. Если не было сверхпроводника, они бы не запутались, ответ был бы ноль. Нам важны разные коэффициенты прозрачности для спины вниз и для спины вниз. И нам важна эта фаза θ, которая различает фазы, которые набирают электроны со спины вверх. Все ингредиенты важны. Если хоть один равен нулю, то эффект пропадает. А магнитную границу для этого нужно как-то намагнитить? Ну как бы да, если она будет доменная такая, то наверное да. Ну надо посмотреть на ответ. Может быть можно как-то ее так хитро намагнитить, чтобы вклады не сокращались. Но в принципе да, я ответ покажу. Ну вот, сейчас дайте взгляну на следующий слайд. Да, вот тут написан ответ. Ток от z. z это поперечные координаты. Что здесь важно? Вот разность функций распределений. Соответствующая температура Т2. Это некий крокодил, который появляется из-за решения уравнения Боголюба. И вот важно. Разность прозрачности для спины вверх и для спины вниз. Разность не центра сражения, но то же самое со знаками минус разность прозрачности. Ну все знают. r плюс d равно единице. И на sin θ. То есть если прозрачность одинаковая или θ равно нулю, то ток замуляется. Но у этого ответа очень смешной нефизический результат получился. Дело в том, что вот этот ток, зависящий от z, он не затухает при z стремящей бесконечности при уходе от границы. Ну, мы ожидали, что гигантский эффект, который в глубине конечно отсутствует, который появляется только благодаря магнитной границе, он должен как-то затухать от границы. Но это специфика баллистики. Это как бы известно из других задач, что действительно в таком ультра чистом случае, когда у нас на длина свободного провета равна бесконечности, могут такие немножко чудесатые вещи появляться. Но это не важно, почему я это рассказывал. Потому что мне хотелось показать физику, что вот благодаря магнитной границе мы можем устроить сильную асимметрию скорости растений. Ну, все-таки хотелось какой-то физический ответ получить, поэтому оказалось можно рассмотреть и общую задачку. Пускай у нас, вот мы поняли в чем суть, пускай у нас есть и в сверхпроводнике, и в нормальном металле обычное упругое растение на примесях. Ну, как в металлах и прочее. Ну, эту задачку оказалось тоже можно решить с помощью классической теории умещений. Давайте одно слово скажу, не буду пугать никого. Келдышевская функция представляется в виде локально равновесной гривенской функции, где температура зависит от х, плюс некоторая добавка. И эта добавка будет пропорциональна градиент температуры. Здесь вот градиент температуры, который по х. Да, вдоль, да. У меня все градиент температуры вдоль границы, в чем как бы необычность. Обычно все смотрят как бы транспорт поперем барьера. Нет, у меня вдоль. Ну, вот. Ходим нехоженными путями. Ну, и вот как бы вот эту поправку гривенской функции локально равновесной, она и даст в конечном итоге выражение для топа. Если он будет отлично отпадать, он будет соответствовать. А что с θ делать? У нас же ведь нужно, наверное, будет по всем θ как-то прыгать. Нет, по θ не надо. Смотрите, θ в принципе зависит от импульса падающей частицы, от направления импульса. И нам, конечно, вот давайте я предыдущий покажу. Давайте, посмотрите, видите, вот эти вот треугольные скобки огромные. Это средние по поверхности ферми. Это интеграл по поверхности ферми. И тут просто не написано, вот эти вот коэффициенты r и θ в принципе зависит от импульса. То есть да, конечно, надо проинтегрировать. Так, можно решить и получить ответ. Ответ еще длиннее, чем в общем случае, чем я вам показывал до этого. Что с ним делать, непонятно. Ну, видимо, правильный ответ. У нас не упрощается. Измерение величины. Ну, как бы нашел я какой-то разумный предельный случай, где можно формулу простить и не потерять ничего, мне кажется. Это, первое, давайте, диффузионный предел. Тем более, что он соответствует экспериментальной ситуации, когда длина свободного пробега упругая. Много меньше длины когерентности. И второе, это барьер малой прозрачности. Когда прозрачности для спины вверх, для спины вниз малая. Ну, он, конечно, на малая прозрачность обязательно приведет к тому, что эффект мал. Но мы можем потом в окончательном ответе сказать, ну да, пускай у нас теперь прозрачности не много меньше единицы, а половина. Конечно, мы там немножко нагрем, но по порядку величины, наверное, будет правильная оценка. И ответ уже какой-то такой разумный. Это ток. Это такая плотность тока. Картинки нет, картинка есть. Давайте я сейчас покажу, что такое ток. Ток, это вот у меня есть плотность тока, которая зависит от этой координаты. И я проинтегрирую по всей толщине. Так как у меня, смотрите, из-за упругого растения на примесь, у меня теперь ток сидит только вблизи границы. И причем локализация этого тока, это длина свободного пробега. Плотность тока экспоненциально затухает от границы магнитной. Что мы и ожидали. Так как эффект появляется благодаря магнитной границе, то, конечно, ток должен затухать. И я поэтому формально считаю, что у меня вот эта толщина много больше, чем длина свободного пробега. То есть я просто проинтегрирую по толщине структуры. То есть вот это выражение для тока, проинтегрированная плотность тока по толщине структуры. Что здесь есть? Ну, какая-то такая странная комбинация. Длина свободного пробега в квадрате сверхотники в нормальном металле. Наверное, на это не очень надо смотреть. Вот эта штука фактически она как стандартная вещь, которая из плотности состояний появляется. Здесь разность прозрачности для спины вверх, для спины вниз. Но она была и в баллистическом случае. И вот здесь разность плотностей состояний на поверхности, со стороны сверхпроводника, для спины вверх и для спины вниз. Вот здесь в этой разности зашита фаза θ. Если θ равнялось нулю, то эти плотности состояний были бы одинаковыми. Поэтому реально θ не явно сидит в этой разности. Получился вот такой сравнительно простой ответ. На следующем слайде еще что-то проще должно быть. Да. Я взял в этом ответе все по порядку увеличения цели. Так что D вытащил за скобки. В общем, все скорости, какие-то компоненты скорости усредненные, заменил на V ферме. То есть просто в буквах оценить, какой получится ответ. Ну и ответ получается вот такой вот, что при таких не очень больших, не очень маленьких температурах, то есть когда нет никаких малых параметров, то вот ожидается, что вот ток, ну плотность тока проинтегрированная по толщине структуры будет иметь вот такой вид. Ну естественно хочется как-то сравнить с тем, что если бы в обычном понимании это больше такого обычного термоэффекта или меньше. Поэтому я сравнил это с тем током, который бы тек в этой структуре в нормальном состоянии. В чем как преимущество нормального состояния? Что там ток течет по всей толщине структуры. А у меня течет ток вблизи границы. Ну если и отношение соответственно тока, который получился у меня, ток в нормальном состоянии, выглядит следующим образом. Это L к D, длина свободного пробега в толщине. Причем у меня только по толщине длины свободного пробега течет ток. А в нормальном металле по всей толщине структуры. Ну если как бы L порядка D, то мы тут не сильно проигрываем. Если как бы длина свободного пробега определяется толщиной, ну да, это в параметре порядка единицы. А то мы выигрываем на следующем параметре. Это не ферме, деленное на С. А вот все-таки какова толщина слоя, в котором локализован ток? Я сказал, длина свободного пробега. Упругая длина свободного пробега. Длина свободного пробега. Ну я там да. Но опять же, если они по порядку величины совпадают, ну да, формально моя теория не работает. Ну как? Получается двумерный газ. Ну как? Ну как бы это все-таки не чистое двумерие. Все-таки Кси оно большое, а с точки зрения межатомных расстояния оно же огромное. Поэтому нельзя говорить, что это именно двумерный газ. Ну вот. Зато мы выиграли вот на этом параметре. Потому что нормальная... Я вот на первом слайде вам показал, что нормальный термоэффект, он аномально мало. Приходилось раскладываться там в близи поверхности ферме, гладкий функции раскладываться. А нам раскладываться ничего не надо. У нас большая асимметрия возникла. И поэтому мы выиграли вот этот параметр геоферменов ТНЦМ, который огромный. Ну и как довесок. Это может быть большим параметром, это может быть малым параметром, а может и не быть малым параметром. Это угол θ на разность прозрачности. Много это мало. Неизвестно. Это зависит от конкретных материалов, конкретных барьеров. Это сложно сказать. Ну вот, насколько я понимаю... Да... Давай я тебя лучше здесь оставлю. Вот такая получилась задачка, которую Петрашов спросил. Сейчас она может быть напрямую к нему не актуальна. Хотя я тоже с ним недавно разговаривал. Он вдруг сказал, а мы там никель на померкность напылили. Конечно, это не очень напоминает... Напоминает, на самом деле, то, что сделано здесь. Но я бы сказал, что нельзя. Нельзя переносить вот этот напыленный никель на поверхность. На эту задачу. Потому что мне все-таки важно, чтобы был слой нормального металла. Такое неожиданное совпадение независимое. Получилась вот такая вот деятельность. И мне кажется, что мы благодаря той картинке с разными коэффициентами прозрачности для электронных дыр, для разных направлений спина, все-таки как-то поняли, почему... Потому что меня спрашивали на прошлых докладах, когда я рассказывал про магнитные примеси в сверхпроводнике. Откуда там большой термин? Я сказал, ну не знаю, вот так получается. Теперь, мне кажется, я знаю, почему так получается. Потому что, ну что такое магнитная поверхность? Ну это такая плоская примесь, которая дает разные скорости рассеяния для электронных дыр. Ну а это, как я показал, сразу приводит, обязанно приводить к большому терминку. Ну вот, все, спасибо. 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 Очень как-то вдохновляюще. Все-таки, так это что, реально есть вот эта асимметрия? Все равно надо как-то смещать. Это совсем фундаментальный. Нет, смотрите, тут такая штука. Между электронными дырками симметрия не появляется. Появляется асимметрия как бы в скоростях рассеяния. Ну да. Если вы посчитаете полную плотность состояний, она как бы останется там четной и прочее. То есть, нет, фундаментальные, так сказать, основы не нарушены. Нет, нет, не нарушены. Ну слава богу. Только все равно не нарушены. А вот можно какое-нибудь модельное представление? То, что вы рассказываете, очень интересно, все как-то интригует. Модель такой, для пешеходов. Вот как бы полупальцев. А это не для пешеходов? Нет, нет, смотрите, тут просто сложно написано. Немножко сложно написано, но это как бы просто иначе не поместилось. Это вот эти вот уе, в ие. Это то, что вы вот читали, когда вы в институте учились во преобразовании Боголюбова рассказывали. Вот вы решаете задачку об отражении электронов в такой структуре. И с удивлением вы обнаруживаете, что... Вот это, кстати, хороший вопрос. А почему разные коэффициенты отражения для электронов в УДРах? Ну вот не знаю, но тут уже как бы дошло... Просто это решается задачка Ширейдингера, ну как Боголюбова об отражении. Да, получается разное. Тут как бы, я бы сказал, что не ответил, конечно, я на вопрос, а почему разные? Ну, мне кажется, тут уже как-то надо лучше, может, Солосовский вам сказать. Нет, ну потому что разные коэффициенты. Ну да, нет, это я так умею отвечать. То есть это как бы все зависит от того, что мы понимаем под словом «понять». Когда мы говорим, вот я понял вот это, на каком уровне надо объяснить, что я понял. То есть что-то из-за ничего же не поймешь, но что-то знаем про данные. Но здесь говорится, вот если коэффициенты, значит, прохождения отражения разные, да, для спинных разных, и плюс еще есть у нас спинных сигнал, что он неравен нулю, тогда вот это все реализовывалось. Вот как бы, вот это мы можем считать, что мы поняли, так сказать, или нет? Здесь что-то еще надо. Да, но основные элементы уделия, по-моему, качественно так плохо. Вот этого раньше не было, вот этого понимания, да? То есть раньше задача была с примесями просто локальными, вот магнитными примесями, да? И там это тоже получалось, вот из математики это все, когда решаешь задачу, вот оно вылезает. И слова были про разную скорость рассеяния, но они как бы были вот такие... Ну понимали, что по-другому не может быть, но как показать это прямо язву. Сейчас вот это конкретно показано на волновых функциях, которые просто вылезают уже из, там, хорошо, так сказать, известного формализма, ну... То есть вот предъявляется волновая функция, значит, вот как бы... Кажется, что вот это есть понимание. Вопрос в том, как это измерить, но опять же, смотрите, это в таком классическом понимании термоэффект. То есть вот такой получился метаматериал, как бы, у которого термоэлектрический коэффициент больше, чем мы ожидаем, скажем, чем обычный, чем в нормальном, наверное, состоянии. Ну а как это измерить? Наверное, я не знаю других способов, как бы замкнуть в кольцо с другими материями. Нельзя сделать. Что? Ну вот, подозреваю, что нет. Много слоев, если вот так вот видеть, чередующихся. Это будет как бы... Да я боюсь, что чем больше слоев, тем больше вероятность, что они усреднят свои ноли. Магнитные. Мне вот это тоже волнует, потому что там магнитные. Они захотят обязательно как-то развернуться не так. И вообще даже один слой не очень понятно. Ну то есть, смотрите-ка. Вот последний ответ. Давайте-ка. Ну вот видно, что если у вас будут... Ой! Ну не важно. Если у вас будут как бы чередоваться слои. Не чередоваться слоя, а внутри слоя будут как бы области, где t больше нуля, t меньше нуля, то наверное, судя по формуле, они будут погашать друг друга. То есть нужно как-то, чтобы, ну... Скажем, в идеале на магничность все время в одном направлении. В одном направлении. Потому что если в разных областях разные, то, судя по всему, они будут как-бы... Конечно, но для магнитных примесей вроде это не так, да? Если мы там же инструкторами, а что они выстроены в одном направлении. Это правда, да. Тоже интересное было. Хорошее мнение. Ну хорошо. Больше нет вопросов. Спасибо. Так. Ну как там дальше идёт? Спасибо.